Доброго времени суток всем! Вы смотрите авторский YouTube-канал «Современный разговор» с Расимом Бабаевым. Сегодня в эфире со мной мой давний знакомый друг, израильский политолог, кандидат политических наук Юрий Бочаров. Добрый вечер, Юрий. Как ваши дела? Добрый вечер, Расим. Спасибо. Слава Богу, живы-здоровы. Как у вас в Израиле? Что в регионе у вас там? Ну, у нас, слава Богу, тишина. Что с коронавирусом? Ну, смотри, последние события в мире, мне кажется, свели на нет коронавируса вообще. Сегодня уже никто не помнит, что был коронавирус, что от него надо защищаться. Все страны, как говорится, принимают решение снимать маски и разрешают практически все. У нас практически та же ситуация. Нам практически все можно, включая и открыли туризм, правда, которого из-за событий в мире сегодня практически нет. Юрий, буквально на прошлой неделе произошло историческое событие. Президент Израиля Исхак Герцог посетил Турцию и провел переговоры с президентом Джейбун Таибом Эрдоганом. Как вот восприняли это в вашей стороне и что вы по этому поводу думаете? Ну, смотрите, мы, как говорится, всегда заявляли, мы готовы дружить со всеми, кто готов дружить с нами. Еще где-то лет 10-15 назад у нас были самые теплые отношения, взаимоотношения с Турцией. Был один из самых больших товарооборотов между нашими странами. Но потом произошли определенные события, так сказать, с изменением политики Эрдогана, его политики на Ближнем Востоке, его политики в отношении Израиля и в отношении прочих туристических других организаций. И наши взаимоотношения дали трещину. Несмотря на все попытки и предыдущего премьер-министра Беламина, как говорится, найти выход из положения и вернуть нас к старым временам, так и не получалось. У нас в последние несколько лет между Турцией было, как говорится, ни войны, ни мира. Такое какое-то затишье. Хотя, как говорится, до сих пор израильский туризм, так сказать, в первой тройке туристов турецких в Турции. То есть наши израильтяне до сих пор там отдыхают. И в принципе, так сказать, на человеческом уровне, я хочу сказать, ничего между нашими народами не произошло. Мы именно на человеческом уровне, мы дружим. И даже бизнес продолжается. Но на большой политике у нас не было. И вот в последние буквально пару месяцев произошел такой прорыв. Я думаю, что во многом это произошло. И благодаря силам президента Азербайджана Ильхам Алиева, который имеет добрые отношения как с Эрдуаном, так и с лидерами Израиля. Да, мы никогда не скрывали, особенно в последние годы, мы всегда отмечали роль Азербайджана в наших отношениях. Мы при этом всегда утверждали, что Азербайджан наш стратегический партнер на Ближнем Востоке. И, как говорится, мы доказали, что в тяжелые годы для Азербайджана во время его победоносной войны, несмотря на международное давление, мы с Азербайджаном были до конца, показали ему свою преданность и то, что мы можем дружить. И Азербайджан, в принципе, в лице его руководства, в лице его президента, кажется, отвечает нам тем же добром. И, как говорится, по разным сведениям, что Ильхам Алиев не раз выступал уже, так сказать, можно сказать, теневым посредником в наших взаимоотношениях между Турцией и Израилем. И, я думаю, все это, знаете, как давление со всех сторон постепенно принесло свои плоды. Мы, так сказать, открыли новую страницу. Наш президент встретился с Азербайджаном. У них была очень теплая и продолжительная беседа. Они наметили определенные, так сказать, планы, которые мы будем реализовывать. И, в общем, мы все надеемся, что мы вернемся к старым взаимоотношениям. Тем более, что сейчас у нас, как говорится, с Азербайджаном в мире открылись новые экономические возможности. Я думаю, что эта встреча Эрдогана с Герцогом стала, возможно, та же, также, точнее, возможно, эта встреча готовилась, стороны шли долгие годы к диалогу. Но в качестве лакмусовой бумажки, которая активизировала эти процессы, стали изменениями в мире сегодняшнем. Как известно, в Украине уже третью неделю идет война. И в попытках остановить Россию Путина, Запад применяет серьезные санкции против Москвы. И эти санкции, естественно, влияют и на экономику России очень негативно. Кстати, это может быть и как принцип домино, отразится и на всех других государствах, в том числе и с Украиной, и с Россией. Многие страны связывают экономические связи. Кроме того, сейчас мы видим, что президент Зеленский пытается, чтобы как-то справиться с Российской армией, все время обращается к Западу, к странам ОБСЕ, Евросоюза, США за помощью. Что вы по этому поводу можете сказать? Ну, вы знаете, санкции, введенные в отношении России, это очень серьезное мероприятие, это очень серьезные санкции. Они, в принципе, впервые в мире принимаются в таком объеме. И такое количество стран, 33 страны, так сказать, в основном Евросоюз и Америка, приняли экономические санкции, пытающиеся полностью заблокировать Россию в ее границах и отрезать Россию от внешнего мира, чтобы заставить ее пойти назад в принятых ей ранее решениях. Но я хочу отметить, что дело в том, что Россия очень большая страна, очень экономически развитая страна, с огромными экономическими связями практически во всем мире. И самое главное, Россия – это энергетическая страна, имеющая большой энергетический потенциал в виде нефти и газа. И она также связана с экономикой всего мира. И вот вы правильно сказали, что эти санкции могут привести к эффекту домино, и они уже приводят. То есть, отрезав как бы на бумаге Россию от внешнеэкономической деятельности, так сказать, Евросоюз отрезал и себя по многим вопросам от этой экономической деятельности. И последствия мы будем видеть впервые в ближайшее время. Но хотел бы я вам такую вещь сказать, что, на мой взгляд, основным, как говорится, автором и авторным заказчиком этих санкций сегодня все-таки выступает Америка, США. Да, потому что, если мы проанализируем по отдельности все санкции, введенные в отношении России, то они, как говорится, помогают Америке решать ее экономические вопросы, при этом практически на нет сводят все экономические интересы Европы. Ну и вместе с Россией, конечно. То есть, если Россия, как корабль, будет тонуть, то на это дно он потянет вместе с собой и Европу. Но к радости Америки, которая опять станет дегемоном и, так сказать, страной номер один в этом мире. Юрий, я думаю, что это не только санкции, которые направлены на долгосрочные перспективы экономическом плане, чтобы, как бы, уничтожить экономический потенциал России, возможно и очень даже вероятно, что многие политики сегодня, которые власти в той или иной стране, используют вот эту войну, противостояние военное между Россией и Украиной в своих личных целях. Потому что мы знаем, что в ряде стран готовятся к проведению выборов. Да, вы совершенно правы. Если мы вспомним начало Нового года, то Борис Джонсон прятался и от коалиции, и от оппозиции, которая кричала ему и показывала на дверь. Почему? Потому что, как говорится, когда он ввел в стране полную блокаду из-за коронавируса, оказалось, что в его, как говорится, канцелярии регулярно проходили кооперативные вечеринки, и которые плевали на все ограничения. Все это привело к тому, что, как говорится, ему стали намекать, что если он честный парень, то ему пора подать в отставку. И вдруг он получил карт-бланш. Он везде кричит о ядерной угрозе. Он защищает Британию от ядерной угрозы. Он защищает Евросоюз от ядерной угрозы. Он обещает послать войска. Опять же, это какие-то странные цифры. 100 человек в Польшу, 500 человек в Прибалтику. Но это звучит красиво. Он посылает войска, он защищает Европу. Он сделает все, чтобы, как говорится, Европа чувствовала себя в безопасности. Это один момент. Второй момент, если мы вспомним президента Франции, Макрона, у него тоже будут выборы в ближайшей перспективе. А, чтобы вы понимали, выборы уже идут пару месяцев. Но он до сих пор не заявил о том, что он собирается баллотироваться. Почему? Потому что провалившему экономику Макрону нечего было сказать своим избирателям. А тут появился шикарный информационный повод. Вы помните, он начал летать в Москву, в Европу. То есть, как почтальон возить письма из НАТО Путину, от Путина в Германию и все. То есть, он стал голубем мира. И, естественно, в этом моменте у него появилось, что сказать своим избирателям. И он тут же сразу заявил, что он готов выставлять свою позицию, свою кандидатуру на следующих выборах, потому что он, как голубь мира, знает, что делать и как решать проблемы Европы. Это второй момент. Ну и третий, как говорится, Джо Банден, Байден, как говорится. У него сегодня нет выборов, но на него оказывается определенное давление всяких различных экономических кругов. И в угоду этих экономических кругов он и принимает разные дополнительные решения. Кстати, недавно, когда он попытался подружиться сейчас в Саудовской Аравии, они сказали, наследный принц заявил, что зачем говорить с человеком, который должен потом посоветоваться с кем-то, прежде чем принимать решение. И, как говорится, заявила Саудовская Аравия, и нам легче говорить с Путиным, который принимает решение, сидя за столом. Вот это политическая составляющая, почему сейчас ряд политиков так беспрестанно вылазят на экран и кричат, что они спасут мир. У них свои выборы в стране, у них свои проблемы, их надо отвлечь в свой электорат от проблем, от внутренних проблем, проблемами в мире. А война – это лучший способ отвлечь электорат от насущих проблем. Что касается войны, мы сегодня видим, что США советуют Польше отдать имеющееся у него вооружение, в том числе самолеты, истребители армии украинской, украинской армии. В ответ на что Польша заявляет, что такое решение должно быть принято официально самим Вашингтоном, и Вашингтон должен передавать оружие, поддержку, оказывается, в этом плане. Кроме того, Байден заявляет о том, неоднократно заявлял о том, что они будут подтягивать силы НАТО ближе к Восточной Европе, странам Восточной, но вступать в войну на территории Украины не будут. Кроме того, также Зеленский неоднократно обращался к западным своим партнерам, как обычно он считает партнерами, с тем, чтобы закрыли небо над Украиной. Опять же, мы видим положительного решения, он так не дождался. То есть, получается, что Украину все-таки отдали на заклание? Ну, смотрите, Евросоюз в очередной раз вместе с американскими коллегами продемонстрировал определенный закон. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И если Вы помните, еще перед началом войны, когда очень многие политики мира говорили с Путиным, я думаю, он резко их всех предупредил о своей позиции и просьбе обставиться невмешательством. Я, как слышал, за день до начала боевых действий весь атомный подводный флот России ушел в дальнее плавание. То есть, сегодня в мире где-то плавают 160 ракетоносцев с ядерным оружием на борту, и никто не знает где. И это очень сдерживающий фактор, чтобы заявлять, естественно, все заявляют, что НАТО не участник конфликта, НАТО защищает только себя, и, как и заявлял Байден, Америка интересуется только Америкой, так сказать, и демократией в мире, но воевать с Россией не намерено. То есть, все хотят загребать жар чужими руками, то есть, жар руками украинцев. И, как говорится, вот это постоянное повторение по любому поводу, что НАТО не участник конфликта, ставит в глупое положение и члены НАТО, и Украину, потому что руководство их, так сказать, постоянно выходит на телевидение, на все СМИ с красивыми речами, с призывами, в ответ слышит, мы будем помогать, мы дадим деньги, мы дадим помощь, но мы в это не вмешиваемся. То же самое произошло и с самолетами. Кстати, Польша просто хорошо подсуетилась. Те самолеты, которые у них есть в старой МИГе, все понимают, что это старые самолеты, и в реальной войне, в современной войне, как вот доказали события на Украине, они долго не продержатся. Чтобы происсказала Польша, мы с удовольствием отдадим все наши самолеты на Украину, но пусть Америка нас дам новые современные самолеты. А это несколько миллиардов долларов, которые никто в Америке не хочет вытащить. Публично, в принципе, было заявлено, что мы готовы вам дать самолеты, отдайте их Украине. На что Польша сказала, она не участник конфликта, она поддерживает Украину, но перегонять самолеты на ту сторону, то есть пилоты, польские пилоты и прочие никогда не полетят в сторону Украины. А украинские пилоты, так сказать, тоже не могут приехать в Польшу и взять самолеты. То есть, опять же, идет все двойные стандарты, идет простая демагогия. Поляки сказали очень красиво, это вопрос НАТО, давайте мы перегоним самолеты в Германию, на центральную базу НАТО, и пусть оттуда все забирают, пусть они оттуда летят. На что НАТО сразу испугавшись, сказал, что НАТО не член конфликта, поэтому никакие базы использовать не будем. То есть, круг замкнулся, красиво все сказано, но, так сказать, все, как у нас, кинули в очередной раз, так сказать, своего партнера. Сегодня многие смотрят на кадры из Украины, благо сегодня мы живем в эпоху распространения высоких технологий, когда есть интернет. И приходит в УРС, говорит о том, что это все напоминает значит, период Второй мировой войны. Но вот еще не закончилось первая четверть века, 21-го. Десятки таких войн проходят во всем мире, были уже. И когда вот сегодня видят, как вообще такое возможно, что 21-й век вроде век цивилизации, высоких морали, как бы сказать. И вот я думаю, что вы можете сказать о том, в какие страны. Сирия, допустим, один из примеров. Я вот такое скажу. Сегодня, к сожалению, все, что красиво вы сказали, слова про наш век, то есть век высокой морали и помощи, это все слова. 70% населения до сих пор не доедает, 50% населения живет в, так сказать, в тотальной бедности, и никому нет до этого дела. Правда, в 21-м веке, на сегодняшний момент, произошло более 50 войн и вооруженных конфликтов. Например, в прошлом году только в Африке произошло, кажется, 7 или 8 военных переворотов, где участвовали, как говорится, англичане, французы, так, кстати, и американцы. Убиты там несколько сот, несколько тысяч людей, несколько десятков тысяч людей в этих конфликтов было убито. Мы разве об этом слышали? Кто-то вообще может назвать хотя бы десятку, я уже говорю, пятерку, военных конфликтов, что произвучали в 21-м веке. Никто. Потому что, если меня это лично не касается, значит, нам все равно. Помните, как был советский анекдот, когда, ты можешь говорить, что, ох, читая советские газеты, читал и говорил, ох, беспокоит меня этот Гондурас. На что жена говорит, да не чеши там, понимаете? Я думаю, половина мира, понимаете, не знает вообще о другой части ничего. Сегодня, может быть, как говорится, европейцы узнали, что такое Украина на самом деле. Вчера половина из них даже не доказывали. Я уже не говорю про американцев или про Африку, не дай бог. То есть, сегодня идет, как говорится, война, и это, к сожалению, для нашего века нормальное явление. Допустим, вы ослушаете меня. Американские войска до сих пор находятся в восьми странах, и почти 200 тысяч американских солдат находятся сегодня за пределами Америки. Что они делают там? Отдыхают? Мы видели, как они отдыхают. И мы видим, как они поступают со своими партнерами. Посмотрите на тот же Афганистан. Да, они бежали оттуда. Но когда советские войска вышли из Афганистана, там еще почти три года, два с половиной года продержалась та власть, которую установили, так сказать, советская армия. А американцы не успели сбежать, да, уже власть рухнула. Все, что они там построили, и они предали людей. За последние два-три месяца там распределены было 15 тысяч человек. И никто на это не обращает внимания. А ведь это были сотрудники, американские сотрудники, которые работали для Америки как техники, там специалисты, как, не знаю, строители. И все, их кинули и забыли. И это нормально. Это 21 век. Просто, да, Украина, это у многих у нас в сердце. Это страна, которую мы хорошо знаем. Мне лично до сих пор больно смотреть на кадры разрушенного Харькова. Сердцем я с ними. Сердцем я молюсь за них, за моих друзей штамма. Но я говорю, что это не их похмелье, понимаете. Это американская игра, это европейская игра, как говорится, игра в большую политику, в которой в очередной раз пострадала очередная страна. И это, в принципе, говорит и о санкциях, и об экономической помощи. Посмотрите, выделяется огромная экономическая помощь. А вы знаете, как выделяется помощь? Вы думаете, хоть одна копейка поступила на Украину? Нет. Все, кто выделяет помощь, они говорят, как? Мы выделили деньги. Вы что хотите купить? Продукты? Мы вам купим продукты, поставим. Вы хотите патроны? Мы вам купим патроны, поставим. То есть сами выделили, сами у себя купили, и сами у себя, может быть, поставят. Вот и все, как с теми самолетами. Понимаете? Я один раз сталкивался с помощью, понимаете, люди, которые собирают посылки, да, это такой порыв, люди собирают посылки, люди формируют, опять же, потом эти посылки грузятся в общий контейнер, и отправляются куда-то в страну, и неизвестно, кто и как его получает. То же самое с медицинской помощью. Мы сталкивались это, когда работали с сектором газа, когда вот, кстати, произошел конфликт с Турцией. Понимаете? Пришли контейнеры, которые хотели без контроля запустить в сектор газа, но Израиль требовал проверки всех. Пришли контейнеры с медикаментами, потраченные десятки миллионов, половина лекарств было просрочено. Почему? Очень просто, потому что бизнес, и ничего бизнеса личного. Я вам приведу обычный пример. Смотрите, как в стране выделяют, например, премьер-министр протащил через парламент решение выделения материальной помощи, экономической помощи. Выделили деньги. Куда он эти деньги? Деньги не переводятся в другую страну. Деньги строятся и в его стране. И как бы, чтобы было все красиво, устраивать тендер среди его представителей. Приходят 5-6 каких-нибудь медицинских магнатов, которые поддерживают партию, выигрывают этот тендер, так сказать, на словах, и потом делят эти деньги. А чтобы потом забить контейнеры, все, что есть невостреб на их складах, все, что есть, как говорится, просроченное или ненужное, забивается в этот контейнер, пишется, цена вдвое больше, дешевле, деньги списаны, контейнеры ушли. Никто не проверяет, что в этих контейнерах. А если они, когда они придут до людей в горячие районы, кто-то вскратит, что там просрочено, его объявляют врагом, что ему дали, а он, как говорится, плохо говорит о стране. И тут же назовут террористом или, как говорится, врагом с противоположной стороны. Вот так делится экономическая помощь, вот так на экономической помощи все зарабатывают, все, кроме той страны, которой эта помощь нужна. То же самое большинство санкций. Санкции, введенные Америкой, так сказать, введены в первую очередь для себя. Как я сказал, Евросоюз завязан на энергоносителях России. 30% покупного газа идет из России. Бешеные цены произошли, опять же, не по вине России, а по вине Евросоюза. А при том я хочу сказать, кто еще поставляет газ в Европу. Это Норвегия, это Англия, это Алжир, это Катар и еще там десяток стран по мелочам. И что, все эти страны, которые поставляют сегодня газ, сделали какую-то скидку? Нет. Они поставляют этот газ по биржевой цене. Они все заработают, несмотря на то, что они члены Евросоюза, друзья и прочее, ну, за исключением там Африки и Катары. Все пользуются моментом, что можно заработать деньги. И они эти деньги зарабатывают. Сегодня, когда будет вдруг, почему уже некоторые, та же самая Германия, та же самая Болгария уже выступила против санкций, части санкций. Все говорят, да, мы единая семья, мы должны поддержать демократию, помочь победить демократию, так сказать, остановить войну, экономическими санкциями. Но просим нефтепродукты вывести из этих санкций. Почему? Потому что завтра становится треть нашего производства. Треть наших заводов станет, а нашим людям все равно. Им наплевать на вашу войну, им хочется есть. Возьмите одну Америку. В Америке подскочила цена на бензин. А в Америке есть такая ассоциация автомобилистов. Одна из крупных таких серьезных ассоциаций. Это, кстати, спонсор, один из многих спонсоров избирательных кампаний президентов. Так вот, эти ребята, так сказать, тихонечко заявили Байдену, что если цена на бензин не упадет, то навряд ли на следующих выборах они будут поддерживать его. А это серьезные голоса. И что сделал Байден? Он первым делом перечеркнул все ранее принятые решения Америки. Америка уже три года, как говорится, гнобит Венесуэлу, считая ее страной, поддерживающей террор и наркотики, и поэтому поставки нефти из Венесуэлы запрещены. И что? Американские представители полетели в Венесуэлу сказать, ребята, мы готовы на минуточку забыть, что вы террористы и наркобороны, мы разрешаем вам торговать нефтью, только дайте быстрее нефть, чтобы цена в Америке упала. Был конфликт у Байдена с наследным пленом в Саудовской Аравии. Он, как говорится, обвинил его в убийстве в убийстве террористов и демонстрационно не разговаривал с ним. Сегодня, когда в Саудовской Аравии представитель ОПЕКа заявила, что они не будут, так как цена на нефть не связана с экономикой, а связана с геополитикой, поэтому они не видят смысла повышать добычу нефти, то есть падать ее в цене. То есть, американцы сразу же позвонили и сказали, а когда вы хотите, чтобы к вам приехал Байден, попросил извинения, но только сейчас вы поднимите добычу. А что Саудовская Аравия сказала, у нас есть свои интересы, и мы рассмотрим ваш вопрос в ближайшее время. То есть, видите, как политика, внутренняя политика страны определяет позицию на внешнем рынке ее официальных представителей. Вы понимаете, все забыли, лишь бы, лишь бы пошла дешевая нефть, цена на безоколонки упала. Вот и все. Вот отношения западных стран, западных руководителей вообще к экономике в мире. Свое, только свое и больше ничего. Как говорится, бизнес и ничего личного. Вот вам и санкции. Вот вам и отношения государства к государству. Спасибо большое. Вы смотрели эфир авторского YouTube-канала «Современный разговор» с Расимом Бабаевым, с израильским политологом, кандидатом политических наук Юрием Бочаровым. Спасибо большое, Юрий. Спасибо, Иван. До новых встреч. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова